Доброе утро, дорогие друзья! Среда, 17 ноября у нас на календаре, московское время 13.00. Мы начинаем второй заключительный день работы нашего инвестиционного форума вебинара «Гражданство, вид на жительство, переезд 2021». Сразу еще раз обращу внимание, что этот формат только отчасти новый, просто мы поняли, что аудитория нашего портала и вообще сейчас всемирная аудитория крайне заинтересована в разных переездах, охота к перемене мест, она наблюдается невероятным образом. И сегодня, во второй день нашего вебинара, у нас будут тоже три доклада, три общения. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала «Прианру. Недвижимость за рубежом», а мой первый собеседник – Олег Крейлян, генеральный директор и соучредитель компании «Амберстар Реал Эстейт». Эта компания работает вообще с рынком недвижимости Португалии, и говорить мы будем о золотой визе в Португалии, и вообще об эмиграции в Португалию в ближайшее время. Но пусть вас не смущает вот такой немножко приглушенные тона в картинке Сергея. Олег, простите, Олег сейчас находится в Москве, и, кстати, с ним можно будет встретиться всю эту неделю в Москве. Контакты, кстати, его здесь уже, и я так понимаю, что на выходных еще и на выставке ты будешь, так что, в общем, все, кто сейчас в Москве и хочет пообщаться лично, ближайшие пять дней милости просим, Олег особо рад это будет сделать. Итак, ну давайте, значит, еще раз, простите, чат работает, соответственно, вопросы можете задавать, а дальше тот же самый формат, что и вчера, сейчас общаемся с Олегом, примерно через минут 35-40 будем разговаривать о программе гражданства Турции, наш собеседник Наталья Бютюкова, руководитель департамента по Турции и компании Savils в России, ну и примерно через час с небольшим Роман Голубев, главный редактор журнала «Квадратный метр» и портала «Вариант Тилы». Мы с ним поговорим о программе «Золотая виза» в Латвии. Олег, Португалия. Португалия последний год в тренде. Давай прямо в двух словах, что же собой представляет, для тех, кто не знает, может быть, программа «Золотой визы» в Португалии. Ну, во-первых, приветствую всех, кто присоединился к этому вебинару. У меня такое интересное ощущение, я уже не на первом вебинаре, Филипп, как ты знаешь, да, с прияном. И сейчас вот на этой стадии я уже чувствую, как будто вот я вернулся домой, вот куда-то к себе, к родственникам, да, то есть полностью уже в своей тарелке. И я думаю, что… Нет, я не думаю, я уверен, что среди слушающих нас сегодня 100% есть люди, которые смотрели и предыдущие вебинары, поэтому я вот чувствую себя в семье. Маленькое предисловие. Ну, а если говорить про «Золотую визу» в Португалии, нашу главную тему, да, то, конечно, как многие уже знают, самое главное, что нужно отметить, это то, что с 1 января меняются условия получения этой самой «Золотой визы». То есть будут некоторые изменения в программе. Я бы не назвал их положительными для тех, кто желает инвестировать в Португалию, получить «Золотую визу», но их нельзя назвать и безнадежными. Мы, как риэлторская компания, которая работает на территории Португалии, конечно же, каждый день прилагаем максимум усилий, чтобы найти наилучшие варианты для инвестиций для наших уважаемых клиентов. Ну, давай включим слайды, наверное, и пройдемся быстренько. Мы сегодня будем говорить именно о новых условиях получения «Золотой визы», начиная с 1 января следующего года. Это не означает, что нельзя успеть до конца года еще податься по старым условиям. Можно, но скажу вам честно, если только вы собираетесь сделать все очень-очень быстро. Если вы хотите приехать, повыбирать, поковыряться, можно сказать, в этой недвижимости, то, к сожалению, на это времени нет. Поэтому я решил, что если будут вопросы, конечно, я отвечу насчет того, какие еще есть условия в этом году. Но я думаю, что из тех людей, которые присоединились, практически все уже наизусть эти правила знают. Ну, давай попробуем. Я вот, например, забыл. Рассказывай тогда, да? Ну, по ходу я буду рассказывать. Сделаем наоборот. Я говорю про правила в следующем году и скажу, что еще можно сделать в этом году, чем отличаются они. Итак, прямые инвестиции. Как обычно, мы разбиваем каждый вид инвестиций под «Золотую визу» в два субвида. Первый вариант, что касается прямых инвестиций, это депозит или инвестиционные проекты в миллион пятьсот тысяч. Что это означает? Это означает, что если человек кладет на счет себе, депозит делает, то есть открываем счет в банке в Португалии, кладем на счет миллион пятьсот тысяч, и эту инвестицию, как и все остальные, нужно держать в течение пяти лет, этот человек, этот инвестор и его соответствующая семья могут претендовать на «Золотую визу» в Португалии. Но здесь есть нюансы, потому что этот вариант инвестиций как раз и открывает маленькое окошко для тех, кто хочет действительно купить недвижимость для себя в следующем году, причем хочет купить недвижимость не где-то во внутренних районах Португалии или на островах, а в самом что ни на есть Лиссабоне, Порту или где-нибудь на берегу океана. Поэтому есть такая лазейка, если сделать этот депозит через компанию, не как физлицо, а как юрлицо, то можно на это юрлицо за эту сумму или меньше купить какую-то недвижимость. Например, готовый кейс, можно сказать. Миллион пятьсот тысяч создается компания с уставным капиталом как минимум в миллион пятьсот тысяч. Да, эти деньги нужно положить на счет, но это не значит, что ими нельзя пользоваться. То есть компания, как и любая другая португальская компания, имеет деньги на счету, имеет право инвестировать. В том числе купить недвижимость, где, собственно говоря, хозяин компании может проживать. И скажу вам больше, даже португальцы, очень многие делают это именно так. То есть покупают недвижимость на компанию. И в плане налогообложения это выгоднее. Практически с любой недвижимостью? Это практически для любой недвижимости? Любую. То есть любая компания может купить любую недвижимость. Нет, я имею в виду экономически это выгодно практически для любого объекта недвижимости. Если мы говорим о суммах свыше миллиона, то да. Вот этот вид инвестиций в следующем году оставляет такую маленькую дверь. Итак, я говорил, готовый кейс, миллион пятьсот тысяч, можно купить недвижимость не обязательно за миллион пятьсот, можно купить за пятьсот, шестьсот, двести-триста, сколько, собственно говоря, захочется. А на остальные деньги можно инвестировать в какие-то девелоперские проекты, можно купить там три-четыре квартиры на стадии строительства, чтобы потом перепродать дороже, когда это здание уже будет готово. То есть тут множество вариантов для того, чтобы эти деньги, как у нас принято, или в данном случае у вас принято говорить, крутить. Ну, что отличается от нынешнего года? От нынешнего года отличается тем, что до конца года миллион, а с первого января будет вот эти самые миллион пятьсот. Ну и тогда такой вопрос, может быть, сейчас прямо. Вот если человек прямо сейчас с нуля начинает, он еще даже тебе не звонил, вы ни разу не общались, и он там и документы не собирал, но вроде как деньги какие-то есть на счету, причем не какие-то довольно существенные. Вот сейчас с миллионным правилом как-то можно успеть, вот объективно? Объективно сложно, потому что, ну, во-первых, не все зависит от португальской части, скажем так, да, то есть у человека должны быть, во-первых, справки о несудимости, ну, окей, их можно в случае желания делать быстро, но, если честно, это все равно, что плыть сейчас против течения. Ну, это должно быть прямо вот уже железное принятое решение, и сегодня позвоните, да, мы можем двигаться в этом направлении, ну, что может произойти, не успеть, ну, ничего страшного, никто деньги не потеряет, это точно. Да, то есть, да, откроем компанию, откроем счет, но для этого нужно приезжать все-таки, это здесь нельзя сделать дистанционно за столь короткий срок, когда мы говорим особенно об открытии компании. Смотри, давай, вот у нас просто с одной стороны вопросы уже пошли, но давай все-таки мы с тобой пройдемся тогда по презентации, и потом Гасбарана все вопросы обязательно ответим. Идем дальше. Назад чуть-чуть, Филипп, мы не проговорили про второй вариант, это венчурные фонды, 500 тысяч венчурные фонды с предлагаемой примерной доходностью 3-4% в год, но она не гарантирована. Что можно сказать про этот вариант? Знаете, я, собственно говоря, совершенно уверен сейчас и выбрал для себя, как я считаю, наилучший фонд для того, чтобы работать и по золотым визам в том числе. Это фонд, который отличается от всех остальных некоторыми условиями. Если среди слушателей есть люди, которые заинтересованы инвестировать в венчурные фонды в Португалии для того, чтобы получить золотую визу, они прекрасно поймут меня, то есть они уже изучали эту информацию, и венчурные фонды в Португалии, они не предлагают гарантированную доходность. Они говорят, что для того, чтобы выйти из фонда через 6-8 лет, надо, чтобы этот фонд продался кому-то более крупному, или продать активы фонда, и только тогда мы сможем вернуть вам ваши денежки. Так вот, у меня есть фонд, внимание, который гарантирует доходность, небольшую, первые 3 года это 2% в год, 4, 5, 6 год это 3% в год. Если инвестор хочет остаться на 7-8 год, то это 3,5% в год. Но, внимание, к этим процентам добавляется еще ставка Euribor, если она положительная. А если не положительная? Которая не имеет срока действия, в отличие от остальных фондов. А также этот фонд не имеет каких-то целей, так называемых. У всех венчурных фондов в Португалии под золотую визу есть цель. Либо они набирают какую-то сумму, допустим 50 миллионов, либо могут подписывать новых инвесторов в течение года. То, что происходит быстрее, цель считается достигнутой, и фонд должен закрываться. Этот фонд может работать 10, 15, 20, 30 лет, и на протяжении всего этого времени запускается вход новых инвесторов, потому что так фонд организован. Он единственный действительно в своем роде. А ты сказал, что ты просто с ним уже каким-то образом работал. Ты сам туда не сидел. Да, мы только за два месяца сейчас закрыли буквально четырех клиентов. Ну, закрыли в хорошем смысле этого слова. Да, вдруг язык в данном случае трактует. Да, да, да. Но, причем, хочу заметить, что это были как раз клиенты, ну, некоторые, во всяком случае, из них, двое, как минимум, это были клиенты уже подкованные на фондах. То есть, один из моих клиентов изучал эти фонды в течение очень долгого времени и действительно разбирается в этой теме. И выбор пал именно на этот фонд. И я, честно говоря, этому очень рад, очень хорошо знаю основателя этого фонда лично. И тут, как бы, все плюсы на его стороне. Окей, мы стараемся дальше. Да, дальше. Бизнес-инвестиции. Создание компании в Португалии и 10 рабочих мест, сохраняя их последующие пять лет. Этот вид инвестиций, конечно, тут нету минимальных инвестиций, то есть, какой-то минимальной суммы, которую нужно инвестировать. Этим отличается вот этот первый вариант по бизнес-инвестициям. Но такой вариант я советую только тем людям, которые действительно или очень сильно уверены в своей бизнес-идее, или уже как-то связаны с Португалией. Приезжали, смотрели, изучали. Потому что гарантировать на первой стадии создания бизнеса, что он будет пять лет существовать, и 10 рабочих мест непрерывно будут удерживаться в компании. Ну, это не так сложно. Бизнес есть бизнес. Бизнес есть бизнес. Второй вариант, он гораздо проще. Это инвестиция минимум в 500 тысяч евро в уже существующую компанию. Причем компания должна выполнить два условия. Первая из них, ну, она практически автоматическая, то есть компания увеличивает на 500 тысяч евро свой ставной капитал. Второе, это создание либо сохранение, в отличие от первого варианта, пяти рабочих мест, которые нужно держать на протяжении трех лет, а не пяти. К слову говоря, у нас в компании есть такая опция. Мы даже определили с партнером, на каких именно условиях может зайти инвестор. Мы гарантируем, во-первых, через шесть лет полный возврат этой суммы. И в течение шести лет мы гарантируем 4% годовых ежегодно, но без права голоса в компании. То есть у компании есть свой бизнес-план. Мы растем, там, более чем на тысячу процентов в год. Я даже не преувеличиваю. Да, да. Я не преувеличиваю, на самом деле так. Когда-то, может быть, год-полтора назад мы прямо активно искали инвестора, но сейчас для нас это опция. Хотите, пожалуйста, место открыть. Условно говоря, ты должен найти португальскую компанию, которая тебе кажется более-менее надежной. дать ей 500 тысяч, которые она положит в свой... Внесет в оборот. Внесет в оборот и так далее. Эти схемы как-то изменяй? Вот эта же схема с 2022 года. А сейчас как это все работает? А сейчас то же самое работает, но до конца года это 350 тысяч. Ну, то есть, в любом случае, да, ну, если с нуля ты начинаешь, то вряд ли ты успеешь до конца года как-то, ну, с компанией ты как-то знакомишься. Ну, набрать 10 людей это как минимум... Это не процесс. Ну, давай переходим тогда к следующей истории сейчас презентации. Коммерческая недвижимость. Да. Да. Те, кто слушали мои презентации до сих пор, они наверняка помнят, что мы не делили коммерческую и жилую недвижимость, но с 1 января мы их будем именно делить. Первый вопрос, который будет звучать, обращен к инвестору с 1 января следующего года, и инвестор, мы говорим о инвесторах, которые хотят именно вкладывать в недвижимость, будет вам коммерческую или жилую? Какую заказываете? Если это коммерческая недвижимость, то я могу сказать, все очень просто, ничего не меняется по отношению к этому году. Абсолютно никаких изменений. Мы ее называем коммерческую, но это как-то лучше звучит. На самом деле, правильно, это нежилая недвижимость. Что мы подводим под коммерческую? Это и офисы, и стрит-ритейл, отельные проекты, апартаменты, которые, собственно говоря, мало чем отличаются от квартиры, только лицензии выданные. Их также можно сдавать, можно сдавать и на долгосрочную аренду, и можно сдавать на краткосрочную аренду, и в них можно жить, но нельзя в них только прописаться. Собственно говоря, такая же разница, как и в России, насколько я знаю, между апартаментами и квартирами. Что касается коммерческой недвижимости, все остается, как и было. 500 тысяч никаких ограничений, 350 тысяч надо, чтобы эта недвижимость находила в зоне городской реабилитации, либо это должна быть недвижимость, которая старше 30 лет, и к тому же должно быть два контракта. Контракт на покупку, контракт на строительные работы. Если клиенту понравились, например, апартаменты, которые стоят 350 тысяч, мы делим их на две суммы, условно говоря, мы продаем вам эти апартаменты за 340 тысяч, а на 10 тысяч плюс НДС мы делаем контракт на строительные работы. То же самое, практически 400 тысяч и 280 тысяч, это два аналогичных варианта, как и 500 и 350, если заметили, там идет скидка ровно 20%, то есть 500 минус 20% 400, 350 минус 20% 280, когда у инвестора есть вот эта скидка в 20% на минимальные инвестиции, а именно тогда, когда эта недвижимость, помимо прочего, еще и находится в районах с низкой плотностью населения. От района с низкой плотностью населения подходят, можно сказать, 4-5 территории Португалии. Ну, то есть проще сказать, что не подходит, не подходит прибрежная линия в районе Лиссабона-Порту и кусочек внизу, самые курортные... Нет, 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 нет. Ты путаешь, Филипп. Мы говорим про коммерческую недвижимость, и мы говорим про два разных момента. То есть есть карта, на которой обозначены районы с низкой плотностью населения, а есть карта, на которой обозначены внутренние районы Португалии. Так вот, когда мы говорим про коммерческую недвижимость, мы смотрим на карту, которая обозначает районы с низкой плотностью населения. А весь Алгарва, то есть весь юг Португалии, также остается в районах с низкой плотностью населения. То есть то, что сейчас в Алгарву подходило под 280, продолжает подходить под 280. И 400, соответственно, то же самое. Если мы говорим все-таки о каких-то более-менее реальных проектах, ну, как я понимаю, если мы говорим о цифре в 500, действительно ничего и не меняется. Опс, это я аккуратно не туда перелистнул. Вот она. Немножечко напомни про зоны городской реабилитации и про, ну, скажем, вот если мы берем относительно минимальную сумму, там в районе 300 тысяч, ну, чуть больше 280 или чуть больше 350. Что это примерно могут быть за объекты? Ну, смотрите, 350. Зона городской реабилитации, по сути, если мы говорим о больших городах, то это центр города или исторический центр города, то есть та часть, которая, собственно говоря, самая популярная среди инвесторов. 350 тысяч, что это может быть? Ну, вот мы продали даже вот в этом году два коммерческих помещения, прямо со входом с улицы, да, то есть то, что он называет обычно, стрит ритейл, по 350 тысяч, разделили эти суммы на покупку и на контракт на строительные работы, и, собственно говоря, уже золотые визы этих людей одобрены. Они еще не получили, но они уже одобрены. Мы ждем открытия дат на биометрию, чтобы записать. Вот, то есть это вот классические варианты, да, это может быть отельный проект в Порту, в Лиссабоне, который подходит по 350, но это может быть отельный проект, например, где-нибудь на юге Португалии, который вообще подходит по 280, да. Ну, например, если мы говорим про юг, причем про курортные зоны, популярные зоны, это может быть какое-нибудь коммерческое помещение, например, которое даже если не находится в зоне городской реабилитации, но стоит, например, 400 тысяч, ну, это коммерческое помещение, оно подходит вообще без проблем для того, чтобы подаваться на золотую визу. Потом это коммерческое помещение, естественно, сдается в аренду, ну, и, собственно говоря, вот так вот все достаточно просто. Я могу здесь привести такой пример, вот мы сейчас открываем офис в Лиссабоне, как я тебе уже рассказывал, да, и мы взяли в аренду помещение, 5000 евро в месяц мы будем платить. При этом помещение это будет выставлено на продажу застройщикам за миллион 200 тысяч, уже с нами как арендаторами, да, то есть миллион 200 тысяч, это помещение находится в зоне городской реабилитации, то есть могут войти даже три инвестора, которые каждый потратит по 400 тысяч евро, а минимум там нужно 350, то есть они еще даже на 50 тысяч больше не выйдет, и мы делим это на контракт на строительные работы и на покупку, и три семьи при покупке вот этого коммерческого помещения могут подавать на золотую визу, причем доходность по португальским меркам неплохая, 5% в год. Готовы? Хорошо, так, давай теперь посмотрим дальше, у нас есть еще пример. Жилая. Жилой недвижимости, да, сейчас откроется через секунду кадр, пожалуйста. Ну, желая недвижимость тут как бы это как раз тот раздел, где больше всего изменений произошло, собственно говоря. В первую очередь потому, что вся жилая недвижимость из порту в порту в Лиссабонию в большинстве прибрежных зон уходит из программы «Золотая виза» в конце этого года. Тут если есть желание вот именно вот по этой программе податься, то действительно надо звонить, ну, как минимум на этой неделе. Вот, что остается? Остается 500 тысяч в любую недвижимость, которая находится во внутренних областях Португалии. Вот здесь мы говорим о внутренних областях, то есть не входят большинство прибрежных зон, порту, Лиссабон и практически вся территория между ними. Большие города не входят, там Брага, Геморрайш тоже. Вот, но входят внутренние областя Португалии и Азорские острова и Мадейра. И остается 350 тысяч в этих же зонах, но, опять же, если недвижимость находится в зоне городской реабилитации, то есть помимо того, что эта недвижимость находится во внутренних областях и на островах, она еще должна находиться в зоне городской реабилитации и должно быть два контракта на покупку и на строительные работы, и тогда, да, можно подаваться на «Золотую визу». Окей, давай я тогда сразу просто перейду к вопросам. Господа, если вопросы какие-то, да, пожалуйста, задавайте. Сейчас Португалия закрыта для посещения, визы не дают. Как быть и как поехать туда в ближайшие месяцы? Ну, я могу вам сказать, что к нам приезжать по 2-3 клиента в неделю. Из тех мест, из которых как бы формально закрыты. Я имею в виду прям Россию. Прекрасно. Да. Но это обычно клиенты, которые уже с нами в работе, уже заключили контракт с юридической компанией, которая сопровождает этих клиентов, и юридическая компания делает своим клиентам, еще раз подчеркну, не обращайтесь с просьбой продать приглашение, они этим не занимаются, да, и именно рынки они себе портить из-за этого не будут. Но если это уже их клиент, то они делают приглашение для того, чтобы клиент мог приехать. Но при этом у клиента должно быть уже, должны быть шенген-визы. Если шенген-виз нету, да, это правда, португальское консульство не выдает, как и, собственно говоря, многие другие европейские страны, практически все, кроме Греции, насколько мне известно. Поэтому вот прямо чего там лукавить, я клиентам так и советую, открывайте визу в Грецию и через Грецию можете приехать. Ну и единственный вариант на самом деле на данный момент, если шенген-виза нет. Окей. Банки Португалии откроют счет, откроют для банки Португалии счет дистанционный без визита. Можно ли сделать доверенность на открытие счета? Да, можно и откроют. Но эта процедура достаточно длинная. Да, то есть если хотите быстро, чтобы успеть до конца года, то нужно приезжать. Тогда там за 3-4 дня рабочих счет откроют и активируют, потому что многие путают открытие счета и активацию счета. То есть одно дело открыть счет, это еще 24 часа, собственно говоря, даже меньше. А вот активировать его все равно процесс высылается в комплайенс, и комплайенс банк это дело такое. Но если все-таки приехать, 3-4 дня, ну максимум у нас было 5 дней рабочих. А если дистанционно, это долго. В этом году уже не успеет. Окей, хорошо. Значит, давай тогда все-таки уже... Так, налоги, сразу же вопрос еще пришел. Налоги на доходы, полученные в России после получения золотой визы. Какие они будут? Надо разделять налоги и визу. Это не одна и та же тема. Потому что то, что у вас есть вид на жительство в Португалии, даже вам больше скажу, даже если у вас есть гражданство в Португалии, это не означает, что вы являетесь налоговым резидентом в Португалии. Вы можете иметь португальский паспорт и быть налоговым резидентом в России. Вы не будете платить в Португалии налоги на те доходы, которые есть в России. Ну, хорошо. Тогда... Ну, а если все-таки ты сплатишь, можешь проконсультировать? Или это не с ко всем твоим... Это больше все-таки к налоговому консультанту. Просто скажу о том, о чем я, собственно говоря, знаю. Если, например, вы купили недвижимость в Португалии и даже не являетесь налоговым резидентом в Португалии, то есть живете в России, продолжаете жить в России, но эту недвижимость, которую купили в Португалии, вы сдаете в аренду, то налоги вы будете платить в Португалии на аренду. Да, по-любому. Вы не будете их платить в России. У Португалии, у России подписан договор о избежании двойного налогообложения, поэтому это не является проблемой для наших клиентов. Другое дело, что если вы являетесь налоговым резидентом в Португалии, и у вас есть доходы в России, то здесь нужно уже смотреть, какой вид доходов, что к чему. В Португалии, я напомню, еще есть такой статус специальный, как Non-Abitual Resident, где на некоторые виды доходов, как, например, дивиденды, вообще в течение 10 лет, как минимум, налоги платить не будете. То есть здесь нужно четко изучать каждый случай, потому что, когда мы говорим о налогообложении, ни в коем случае нельзя обобщать и сводить всех под одну гребенку, у каждого свой отдельный случай. Но в целом, в целом, это все-таки разделено, и мы в этом году уже закрыли 71 золотую визу, и могу сказать, что никто в Португалии из моих клиентов не платит налоги. 71? 71, да. В смысле, с членами семьи имеется в виду? Не, не, не. 71 семья, Филипп, 71 семья. Ваша компания 71, какая-то цифра безумная совершенно. Филипп, ну когда, если ты вспомнишь сейчас, ну точно вспомнишь, я в начале нашего разговора сказал, что мы растем более чем на 1000% в год, то есть я не лукавил, я даже не шутил, это правда. Мы закрыли 71 золотую визу в этом году. Окей, прям, прям, зависть берет. Скажи мне тогда, пожалуйста, такой вопрос. Если отец получает золотую визу, будет ли какое-то визовое преимущество для членов семьи? И вообще, кто получает золотую визу? Кто получает золотые визы? Золотые визы получает главный инвестор, супруг супруга, дети до 18 лет и родители старше 65 лет, обоих супругов, автоматически, практически, да, то есть если семья решает, что идем с бабушками, ну не с бабушками, а с родителями, с детьми, все, без проблем. Не важно, сколько там членов семьи. Есть 10 детей, значит 10 детей. Потом, если дети старше 18 лет или родители младше 65, то тут нужно показать, что эти члены семьи состоят на издевении у главного инвестора. Как это показать? Если мы говорим о детях, то обычно, ну во всяком случае у всех наших клиентов, дети учатся в высшем учебном заведении. Берется справка из этого высшего учебного заведения, что ребенок учится и, соответственно, он считается на издевении. Если мы говорим о родителях, то опять же есть пути для того, чтобы доказать, что они на издевении. Делаются какие-то переводы систематические, они показываются в миграционной службе, что вот мы перевели там каждый месяц, там последние 3-4 месяца, конечно, не надо за несколько лет. 3-4 месяца, вот переводили по 700-800 евро в месяц. Вот они, видите, вот у них на счету, вот они тратили их на покупку еды, заправляли машину, платили ЖКХ и так далее. И раз уже зашел разговор об этом, скажу еще несколько моментов вообще про золотую визу в целом. То есть не как ее сделать, а как она работает. Золотая виза, это по сути, это народное название золотая виза. На самом деле официальное название, это вид на жительство за инвестиционную деятельность. Выдается эта карточка, это именно карточка, не печать, не наклейка в паспорте, это именно ID. Выдается на 2 года, можно продлевать каждые 2 года. В середине третьего срока, когда исполнилось 5 лет, инвестор имеет право, инвестор и вся его семья имеют право подаваться на гражданство Португалии. И здесь самое большое отличие между португальской программой и всеми другими европейскими, в Португалии не надо обязательно проживать какое-то количество времени. На самом деле по закону, для того чтобы продлевать золотую визу, нужно находиться в Португалии минимум 14 дней каждые 2 года. Можно 1 раз 2 года приехать на 14 дней, можно 2 раза по 7, можно 14 раз по 1 дню. Это для того, чтобы продлевать золотую визу 14 дней и сохранять инвестицию. А вот когда уже инвестор, его семья владеет ВНЖ в течение 5 лет, они еще должны, не обязательно через 5 лет, хоть сейчас, хоть первый, второй, третий год, они сдают тест португальского языка уровня А2. И вот с этими двумя факторами, собственно говоря, они подаются на гражданство Португалии. Это единственная программа в своем роде, которая это позволяет. Кроме Мальта, где надо, собственно говоря, отдать 750 тысяч государству, насколько я правильно понимаю, и получить паспорт, можно сказать, сразу, через 6 месяцев. Но это все-таки, в Португалии мы говорим про инвестиции, то есть это как минимум не потерянные деньги. Хорошо, давай у нас буквально пару вопросов еще осталось. Все-таки, вот смотри, предположим, у клиента, у потенциального обладателя золотой визы, есть желание все-таки сейчас быстро этот вопрос решить, постараться до нового года. Каков регламент его действий сейчас, что он должен сделать? Первое, что он должен сделать, это связаться со мной. Понятно. По сути, по сути, смотрю, сегодня 17 ноября. Самые большие, скажем так, опоздания, это из-за справки о несудимости. То есть, справка о несудимости на данный момент уже надо заказывать в срочном порядке. Окей, предположим, допустим, какие-то образом есть, и уже заказано, есть. Да, подписать контракт с юридической компанией, которая сразу же возьмет клиента в работу и закажет ему налоговый номер в Португалии, который тоже делается в течение нескольких дней, и он необходим для того, чтобы купить недвижимость и, собственно, для того, чтобы податься на золотую визу. Забыть на какое-то время о том, что нужно открыть счет в банке. Мы откроем счет в банке, вернее, адвокаты откроют счет в банке, но сейчас есть возможность, во всяком случае у тех юристов, которые работают со мной, есть возможность проплатить, то есть они дают возможность инвестору проплатить инвестицию через их клиентский счет. По закону о золотой визе покупка должна быть совершена через португальский счет, должна быть оплачена через португальский счет, но не обязательно, чтобы это был португальский счет клиента. Это может быть просто португальский счет. Клиентский счет адвокатов, он подготовлен для того, чтобы можно было такие инвестиции оплачивать. Связаться со мной, это, конечно, первый шаг, чтобы мы могли организовать весь рабочий процесс. Покупка недвижимости. Как это делать сейчас? Что? Покупка недвижимости. Вот этот процесс. И об этом мы прикрепляем к клиенту персонального менеджера, который высылает ему варианты и помогает разобраться во всей этой недвижимости и правильно выбрать ту недвижимость, которая подойдет клиенту. То есть пока идет, скажем так, подготовка налогового номера, это плюс-минус неделя, 10 дней, менеджер работает с клиентом параллельно по выбору недвижимости. Есть налоговый номер, до этого надо выбрать недвижимость, составляется контракт обещаний на куплю-продажу на эту недвижимость. По этому контракту клиент переводит деньги на трассовый счет адвокатов, собственно говоря, для покупки адвокатов. Подписывается доверенность тоже на адвокатов, которые клиент потом DHL-ом высылает. И, собственно говоря, и все. Окей, тогда давай еще буквально два вопроса. Все-таки, если мы говорим о особенностях именно португальской программы, поскольку у нас здесь мы сразу несколько программ обсуждаем, мы вчера обсуждали и сегодня. Вот в всей этой палитре, какое место, на твой взгляд, сегодня занимает Португалия? Для кого она подходит? Для кого она не подходит? В чем особенность именно португальской программы? Ну, особенность, я сказал, Фил, самая главная особенность, это возможность в будущем получить гражданство Португалии, то есть гражданство страны Евросоюза, не проживая на территории этой страны. Вот это самая главная особенность. Такого, собственно говоря, по инвестициям нет больше ни у одной страны. Ну, и, соответственно, кому больше подходит всего именно это? Больше всего подходит как раз тем людям, которые и хотят, ну, естественно, кто хочет переехать в Португалию, это в первую очередь, да, но я вам скажу честно, таких не так, чтобы очень много, да, есть клиенты, которые переехали в Португалию, живут в Португалии, но их не так много. Основная часть клиентов, они хотят либо инвестировать какую-либо доходную недвижимость и при этом иметь ВНЖ и в будущем претендовать на паспорт. При этом у многих клиентов, естественно, в России, Украине, Казахстане или Беларуси или Индии или Китае или где-то еще в Америке есть свой бизнес и они не торопятся сразу переезжать. Ну, да, у большинства моих клиентов есть такие планы, когда-либо, там, на пенсии, не на пенсии, это уже все по-разному, переехать в Португалию и, скажем так, жить здесь и либо руководить своим бизнесом дистанционно, либо продать и просто здесь жить. Понимаете, у каждого, конечно, свои причины, но в целом, в целом, это люди, которые хотят иметь свой запасной аэродром, можно сказать так. Окей, быстро, несколько коротких вопросов. Я попрошу контакты сейчас опубликовать еще раз Олега. Надо ли менять права на автомобиль и надо ли заканчивать автошколу, если ты хочешь постоянно жить в Португалии, а при этом со своими правами приезжаешь? Да, надо менять права, не надо заканчивать, не надо идти в автошколу, просто поменять права, если вы собираетесь постоянно жить в Португалии. Кратко ответь, если можно. Какие профспециальности востребованы в Португалии? Гражданка РФ хочет работать в Португалии, уровень языка Ц1? Ну, знаете, наверное, все-таки лучше наоборот. Какая специальность, я скажу, востребована или нет? Здесь не все так просто на самом деле. Ну, скажем так, врачи могут найти себе работу, но им нужно будет сначала настроиться на то, что надо сделать переквалификацию, то есть все, что связано с врачебной деятельностью, нужно подтверждать свой диплом, пройти какие-то курсы. Естественно, тут уже язык, я так понимаю, Ц1 это, в общем-то, хороший уровень, но насколько он профессиональный, я не могу судить. Но, вы знаете, очень сложный вопрос, потому что, ну, мы постоянно ищем сотрудников, которые говорят, мы растем, растем, растем и не успеваем набирать сотрудникам, которые могли бы соответствовать нашему росту. Давай еще очень кратенько, и потом я тебе за нам уже самый последний вопрос, то есть два еще коротких вопроса. От каких налогов освобождаются обладатели золотой визы в первые годы? Понимаешь, да? Не от каких? Я говорю, налоги и золотая виза это разные темы. Налоги связаны с налоговым резиденством, а не с титула до резиденции, который вот так называется, в НЖ в переводе на португальский язык. Это разные темы. То, что вы получили золотую визу, не прибавляет и не освобождает от каких-либо налогов. Окей. И, наконец, последний вопрос. Он пришел к нам. Вот я помню, мы с тобой в предыдущий раз, когда общались на вебинаре, и ты рассказывал про фонды, и у людей очень-очень большие сомнения. Потому что недвижимость – это одно, а вот здесь сижу, слушаю, но явно какой-то хайп про фонды. Вот можешь еще буквально в двух словах просто про это рассказать, свою позицию, как ты это видишь, потому что ответить действительно важно, потому что это такой… Я, честно говоря, в фондах, мне трудно сказать хайп, не хайп, я в этом не очень разбираюсь, недвижимость – дело другое. В двух словах, что это такое, и мы потом перемещаемся в Турцию. Нет, это не хайп, во-первых. Во-вторых, я сам не очень-то любил работать с фондами, потому что, ну, не убедили меня, да, прям честно скажу. Пока я не нашел именно то, что меня убедило. Меня, заметьте, я не говорю про всех, я не настаивал на том, что всем это должно понравиться. Но я на рынке недвижимости Португалии, собственно говоря, рынок недвижимости всегда связан с инвестиционным рынком с 2005 года. Поверьте, очень многое чего увидел. И мне намного проще убедить клиента, чем убедить себя самого. Это тот случай, когда я сам убедился в том, что да, это имеет право быть. Есть плюсы по отношению к недвижимости в том, что, например, не надо платить налоги за приобретение недвижимости. Да, то есть, если клиент вкладывает 500 тысяч, там до 6% может быть налог на недвижимость, которая экономится в случае фонда. Что меня привлекло в этом фонде? Назовем его условно фонд номер один. Что меня привлекло? В любых других фондах, когда вы подписываетесь, то есть вы покупаете вот эту долю в фонде за 350 тысяч, там как бы налогов нет, но за счет того, что нет налогов, есть так называемый subscription fee, который может быть от полутора, иногда даже до 5%. Как бы налогов нет, но они есть в другом смысле. Здесь в фонде номер один нет subscription fee. В других фондах вам говорят, ну, если все пойдет хорошо, то 3-4% даже вы можете заработать в год. Здесь говорят, вы будете зарабатывать не 3-4, будете 2-2-2, 3-3-3, но гарантированно и постоянно. При этом вы покупаете долю в фонде. Если фонд растет, то есть это инвестиционный фонд, он делает инвестиции, да, доля в фонде остается та же, но фонд вырос. То есть есть очень большая вероятность, что на выходе вы заберете не 350, а 350 плюс там еще 10-15%. Это как бы, согласитесь, трудно предвидеть, но пока вот те инвестиции, которые фонд сделал до сих пор, они очень даже удачливы. Если остальные фонды, даже если это одна и та же компания, возьмем, например, там компанию Optilon Crea, которая основана на турецком капитале и очень успешно работает на португальском рынке. Каждый раз они создают новый фонд, новый фонд, но у них уже их несколько этих фондов, потому что они имеют срок действия. Когда мы говорим о фонде номер один, это один и тот же фонд, который не имеет срок действия и он постоянен. То есть он может постоянно заниматься бизнесом, а не просто купить одно здание, реабилитировать и продать. Да? Вот это, наверное, самое главное. Ну что ж, дорогие друзья, вопросы, комментарии Олегу пишите, контакты все здесь. Те, кто будет в Москве в пятницу и в субботу, в ближайшие, Олег на выставке МИПИФ будет, соответственно, к нему тоже можно обратиться. Мы генеральные спонсоры выставки МИПИФ. Это просто замечательно. Так что обращайтесь, пожалуйста. Олег, спасибо тебе большое. До встречи. Я на связи. До встречи. До встречи.